...духовнику, отцу Андрею Ремешонку. И вот так, по ходу больного человека, он поехал, причастив больницу того, кто просил об этом. Но когда он оказался в больнице, в отделении, и люди душевно больные, психической больные, наверное, скорее на эти мы видим батюшку, как-то почувствовали, захотели, иначе не просили, чтобы им пришли, чтобы их причастили, не понимая, наверное, большей части, о чем они просят. А батюшке стало понятно, что для того, чтобы идти к этим людям, сначала нужно послать тех, кто из нас укрепляет, сказать о покаянии, о каком-то осмыслении своей жизни. Но для того, чтобы послать людей больным людям, одежды просто не пошлёшь, не надо облачения. И таким образом мы оказались перед того, что... И батюшка сам того не думает, сам духовне комнатуры сестричества, и по-другому нельзя было посмотреть. И сразу же началась такая вот жизнь сестричества общая, общее собрание. Вот, в больнице, где только можно было, батюшка с разрешения руководства больницы, служил в литургию. Первая литургия была в гипнотарии. Вот, было благословение владыки метафорита, филарета. И, конечно, без того, чтобы не совершалась литургия, невозможно было внести послушание его в больнице. Но в Мирске, на крайне города, вот эта психиатическая больница, и там комплекс психоневрологический, взрослый интернат, детский интернат. И когда сестры пошли в больницу, и так-то так подтили все отделения, которых 37, понятно было, что невозможно не идти в возрослый детский интернат. Вот, и из тех, кто на глазах рядом, прихожанам, я даже не говорила, с отцом встречалась, прихожанам предложили пойти в апрельский интернат. Понимаете, о том, что в тот момент мы были сестрами, подготовленными, как-то обученными говорить невозможно. Но был факт, что мы были сестрами, потому что надо было идти в отделение. Когда ко мне подошли на службу и сказали о том, что вот надо идти в возрослый интернат, мне это было совершенно непонятно, потому что была семья, были дети, был муж, есть муж, работала в верхоте строгого режима, и невозможно было понять. Но каким-то наитием, да, я вот так, ну, сначала, ну, непонятно и невозможно, а потом каким-то наитием почувствовала, что, ну, из-за воли больше. И спросила, что, батя, чтобы благословил? Вот, сказали, да, мы вот понимаем, какой он больше. А когда пришло время идти, все, что я могла себе сказать, это нодные дети. О, сейчас мы ехали с сестрой, договорили, и я об этом вспомнила. И, знаете, во всем этом, и вообще с самого начала, такое, наверное, явное помощь и действие Божие, потому что идти в отделение к людям, и им какое-то слово Божие нести, и что-то говорить, и понятно, что в себе этого нету, и это невозможно. Вот, но Бог все управлял. Вот, что шли в отделение, молиться, вот издалека, молиться, и понятно, что в себе этого нету, и это невозможно. Вот, но Бог все управлял. Шли в отделение, молиться издалека, говорить о жизни в церкви, о том, какой сейчас период переживается, пост или не пост, какие праздники. И как-то с этого потом были свечные вопросы, заявлял разговор, о том, что говорили о каком-то понимании необходимости исповеди, и подводили к тому, что придет в отделение батюшка, у них будет возможность исповедаться, что-то потом, или батюшка с горами придет, или если есть возможность, их поведут на литургию, и они смогут очиститься. Вот так все началось. Ну, сама больница, театрическая больница в городе Минске, это одна из крупнейших больниц в Европе. В больнице более 2000 человек, 37 отделений, я сказала. Вот, ну, отделения разного направления. С самого начала, я сказала, батя-батюшка начал литургию служить, и сложилось так, что литургию сложили неукоснительно еженедельно. Вот, где можно было сначала в центре вот гипнотария, батюшка служил в самом страшном месте, там, где вообще, потому что церковь не благословляют, где людей гипнотизируют и думают, что этим лечат их. Вот, ну, а позже в центре реабилитации нам дали помещение, которое мы могли использовать только по службе. То есть, по всей неделе это было в центре реабилитации, в больницу туда приходили, чтобы там чем-то заниматься, реабилитироваться. Вот, а в день службы по четвергам это было, это помещение выстраивали, и приходил батюшка, служил в эфире. Кого сдали, и сестры приводили, на беде это было рано в утром, чтобы было натощак, желательно за принятие лекарств. А кого из отделения не выпускали, закрытое отделение, туда уже составлялся график, и туда батюшка шел в назначенное время утром и причащал. Вот, все начинал один отец Андрея, сейчас у нас здесь и священник. Вот, и все работают напряженные, и, наверное, ну не знаю, правильно ли сказать, что хватает. Ну, хочется отметить отделение, ведь среди этих отделений, отделения наркологические. Это отделение тех, где люди от наркозависимости лечатся, и где люди лечатся от алкогольной зависимости. Вот, ну, это, конечно, особенная тема. Усилия медиков, люди с алкогольной зависимостью приходили в себя, постепенно восстанавливались физически, физически, после запольных периодов. Ну, это восстановление физическое, да, на них людям предстояло вернуться в те же условия, вот, к тем же своим друзьям. И таким образом было понятно, что душа их оставалась в прежнем состоянии, а это состояние воли, озлобленности, тупика. Вот, значит, будут очередные падения, и они неизбежны. И вот, по свидетельству сестры, которые работают в это отделение, всякий раз, когда видишь состояние людей в отделении, кажется, что вообще ничего невозможно сделать. Но потом снова и снова приходит понимание, что невозможный человек, у вас можно Богу. Обычно беседы с пациентами проходят в центре отделения, на виду у всех. Но это во всех отделениях. В этих, в этой больнице, в отделениях, в палатах и потом большие полы. Вот, и можно только вот в этом поле, что люди приглашают людей туда, и вот с ними начинать молиться, беседовать. Вот, там, где возможно, уколок, вот, особенно в интернате, иконы на стенах. Обычные беседы с пациентами проходят в центре отделения, на виду у всех. А потом по палатам. А после и отдельной стене кто хочет. Условия трудные. Нельзя представить себе сестру и плотких внимательных слушателей. Привычный фон. Крики и острые больных, ругань, звук телевизора, звук телевизора погромче. И для больных наркологического отделения, для самых больных, немалый труд, это прийти на молитву, исповедоваться. И вот сестра так говорит, что начинаешь говорить, вот телевизор, звук, что-то раздражение, что-то явное презрение. Вот, ну, идет и говорит то, что надо говорить. Вот, и как надо. Ну, два-три человека около нее стоит. Вот, ну, потом уже больше подойдет. И оно как-то в душе такое растерянность, отчаяние, что вот, или батушка будет искать, и что же будет. А потом, оказывается, пришел батюшка, началась исповедь. И потихоньку, потихоньку, не два, не три, не пять человек, а человек уже и двадцать хотят на исповедь, идут на исповедь. А потом идут причащаться. Истовы в деревьях совершают три недели, а на другой день причастия. Их пациентов, это оказывается первым шагом к Богу. А для сестры каждая риска, ведь и трехосфертикань, это безмерная радость. Обратиться за помощью к Богу, после выписки действительно бывает обновление. Перемена отношений, перемена прийлеты. А кто не держит этого, кто забывает об этом, и те все по трапорету. До света попадания в силу. Если раньше у нас в Минске было новинки, все это новинка баницарьская. Это было так очень позорно, стыдно, и можно было с упреком сказать, там, себе новинки пора. То после того, как туда пришли сестры милосердия, те, кто в больнице лечиться, возвращаются обратно, в том числе и алкоголезависимые, у них будет совсем другое отношение. Они идут туда, где они получат поддержку, где они немножко живут, где они вернутся к Богу, смогут исповедоваться, причаститься. Ну, что касается у этого алкогольного терения, можно здесь привести такие примеры. Раб Божий Александр, бывший запойный алкоголик, потерял дом, семью, себя. Впервые услышал... Могу поставить, хорошо. Впервые услышал об исповеди причастия к отделению. Вот. И есть у сестра на векопостные шестичасовые службы. Ну, все больные имеют возможность ходить в монастырь на карте с неупиваемой чашем. Вот. А после выписки поедал в святый Успенский монастырь в Жировичем. Болгода время помогал на местный проводитель снабжения. Восстановил семью дом, получил благословение на священство. Еще раз, Божий Святислав, также бывший запойный пьяница, все потерявшим, пьем пещение в отделении, трудился на стройке монастыря. А после поедал в серпу, как служил по наморю, в горе благородить и неупиваемой чашем. Нес там различные послушания. Есть еще такой свидетельство одного из пациентов наркологии. Если бы не пришла сестра, не остался бы жить. Для многих одержимых снастей пьянства, наркомании, психиатической больницы с английским самором зачастую, единственное место встречи с блогом развращения в жизни. Много есть других отделений, так я это опущу. Только скажу детское отделение. Детское отделение, особенное отношение. В детское отделение было усилиями у мастеря состечества обустроено. И сестры туда приходили заниматься с детками каждый день. Ну, приведу здесь вот слова врача. Когда уже прошло какое-то время, он наблюдал вот эту вот мастерную деятельность листья. Когда я начинал работать с психиатром, я излишне был асимистичен. Думал, что есть возможность излечения дошевнований психиатрическими методами, лекарствами, аппаратами, психотерапией. Но с гадами уже понимают, что мы во многом веселье. И есть вещи, которые выше нашего понимания. Вот, ну, вся наша работа ведется в области сотрудничества. Между церковью и Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Вот, с самого начала, значит, у нас был врач Кураса. Вот, это врач, который и в церковью, и Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Вот, с самого начала, значит, у нас был врач Кураса. Вот, это врач, который с сестрами беседовал. И снял особенности болезни, особенности поведения больных. Так, чтобы у сестры было понимание. И потом сестры в любое время могли обратиться за консультацией. Ну, взрослый интернат. Так, мне надо хорошо говорить, елка. Значит, сестры пошли и в интернат параллельно. Вот, и сначала, когда пришли, ну, это было как человеческое, на уровне человеческих эмоций, когда увидели такую массу людей. Сейчас в интернате проживает 900 человек, когда 600 проживало. Вот, людей больных умственно, людей или в состоянии депрессии, или, наоборот, агрессивно настроены, где крики, где конфликты. Вот, это произвело очень тяжелое впечатление. Просто вот внутри все было так, как и все равно выдало. Ну, потом распределили отделение, и каждая сестра пошла в свое отделение. Вот, и потихонечку вот началось окормление этих больных. Интернат имеет особенность. Если больница выписывается, возвращается, то в интернате уже люди живут все время. Вот, вот, сестры посещают отделение 2-3 раза в неделю. Ну, вам было вступлено. Остальное по возможности. В интернате, в интернате, по просьбе директора сначала обустроить водительный уголок. Вот, с этой просьбой получилось то, что обустроили домашнюю церковь в честь Ксении Петербуржской. Вот, и вот еженедельно по четвергам вечером, значит, в церкви, как из матушки Ксении неупиваемой чаши, а как из период поют вместе с сестрами, сами проживающие. Вот, а утром литургия. Вот, и у кого есть свободный выход, приходят в храмы литургии. У кого нет свободного выхода, значит, приходят еще 2-3 священника, идут поделения в сопровождении и сестьят, и очищают дали поделения. Кроме этого еще, конечно, ведется большая работа. Вот, сестры вывозят больных в паломнические поместки, по республике, в одномерные в основном. Ну, вывозят в экскурсии по городам, в храмы города, в театре города. Есть такая творческая группа театра, вот, которые ставят спектакли, они... Вот, и они в интернате ставят, и выводим мы эти... И это вот очень многотворно. Когда едешь, да, и начинаешь спрашивать поэту, ну, ты уже не видишь больных людей, просто удивляешься. Вот, знаете, даже в отделении, когда вот читаешь, сказал простые вещи, типа рассказы священника, там... Рассказы, естественно, священника, или вот отец Арсений я читала. Вот, и казалось бы, ну, ищите, своими словами говорили, то читаешь так, что проще. Проходит на следующий день или два, если задает вопрос, я слушаю их вопрос, и вообще думаешь, а кто здесь больной? Вот, настолько это вот психика, это душа, это недостижимо. Вот. Ну, кроме того, значит, на праздники Пасха, Рождество, на престольный праздник Ксении Блаженной, вот, ну, такие общие праздники. Общие праздники, самодеятельность, участие вне самих пожелающих, вот. Вот, у них есть ансамбль, они много песен разучили, и у них такие, вот, в настоящее время поездки и по городам России, вот, и Белоруссии, вот. И это людей, знаете, почему говорим об этом? Потому что это людей преображает, это людей оздоравливает, вот, это творчество, они живут этим. Вот, ну, и так, чтобы... Вы запасли? Вот, я вообще думаю, что... Ну, знаете, у нас еще и вопрос, если мы хотели бы по теме с вами поговорить. А тема у нас, соборовольческое движение. Это соборовольческое. Я подумала, что так, ну, открытый вопрос. Вы просите, у вас много еще? Ну, давайте я в общую, пожалуйста, у вас. Привуйте, пожалуйста. Ну, подобным образом окорбляется детский губернат. Потом, знаете, детский взводственный интернат, они с вами, вот, недавно был владыка, и, как я посмотрела, со стороны смысленности. Это уже не государственное учреждение здравоохранения. По своей сути, по факту, это уже Божьи обители, где есть церкви, вот, куда приходят сестры, и куда жизнь. Вот, ну, это, конечно, очень отрадно, и это, как бы, как показатель, как результат, вот, трудов сестров. Ну, надо, да, значит, окормляется, обиде, сестрами окормляется городская больница, две городские больницы. Вот, ну, по такой же схеме, что приходят, разговаривают в больнице, служат самоверники, сходят батюшки, исповедуются, причащаются. Ну, это необходимо, сестры потом не оставляют в больнице, вот, они все без помощи, окормляют их и дальше. Вот, ну, и хочется еще сказать, что вот подворье, мужское и женское подворье, мужское подворье, это, там собрались люди, сейчас 150 братьев, у которых заключали годы тюремного заключения, и не один раз, вот, годы этого, годы этого, довольные наркозависимости, вот, и там все эти люди нашли себе, как бы сказать, место, где не могут жить, трудиться, вот, там начальствующие сестры, монашествующие, здесь, жизнь построена так, что утром и вечером они молятся, перед Невой молятся, как есть накрываемая чаша, вот, раз в неделю, пятница вечер, приезжают бабы, батюшки, следуют с ними, потом исповедуют их, если надо было бы, глубокой ночи, утром совершаются рекомендуемые, почти все очищаются, вот, потом все работают на многочисленных послушаниях подворье, вот, ну, вот такое там движение милосердия, вот, недавно, это тоже уже, понимаете, женское подворье, ему что, это уже тоже в своем роде такие вот Божьи обители, Божьи обители милосердия, просто вот не скажешь иначе, вот, ну, и недавно началось у нас вот уже, может, год, немножко больше патронажного управления, вот, вот, ну, мы видим, что здесь, конечно, надо учиться, набираться опытом, очень благодарны сестрам, московским сестрам, вот, где мы едем, и видим, что есть опыт, и что есть чем-то учиться, вот, ну, и чтобы так загрузиться, мы хотим сказать, откуда мы берем силы, вот, и почему мы можем есть это послушание, вот, ну, с вами, как я сказала, вот так вот, еженедельно наш духовник, отец Андрей Мишонок, сестра может всегда прийти, исповедоваться, с какими-то вопросами прийти, вот, вот, то, что происходит еженедельное собрание, это тоже слово батюшки, вот, благословение, какое-то напутственное слово, ну, и какая, как бы, опек и благословение, раньше это у нас был владыка митрополит Филарет наш, владыка Белогорская, сейчас митрополит Павел, митрополит Павел, вот, буквально накануне моего приезда, осмотрел вот монастырь, подворье, и я, так, без ложной сложности хочу сказать, что он сказал, что, ну, видно, переполненный, как, вот, впечатлением, да, он сказал, да, говорит, здесь настоящие милосердия, посетив подворье, и мне это было так особенно трогательно, потому что точно такие же слова, слово в слово сказал Патриарх Алексей, он посетил нашу обитель, вот, за 40 дней до святого суда, вот, ну, и напутственные слова нашего Патриарха Кирилла, который сказал, что Патриарх с вами, Патриарх мудрится за вас, Патриарх любит вас. Вот, ну, такое благословение церкви дает нам силу и любитство. Спасибо, Патриарх, спасибо, да. Спасибо, Василий Иванович, замечательный доклад, замечательный опыт. Наверное, примерно опыт, ведь он у всех одинаковый, потому что и учреждения более-менее везде одинаковые, и государственные проблемы у всех одинаковые, и сестры, они примерно одинаковые, поэтому всегда, конечно, важно говорить о нюансах, потому что все в нюансах, о конкретном опыте, а не по дологе, о том, как организация живет, как она развивается, вот, ну, потому что кадры решают все, потому что все в организации, оно на сестрах. И вот эти последние слова очень важные, да, вот это взаимодействие духовника и сестричества, вот это ключевой момент, на который Елизавета Федоровна тоже обратила огромное внимание, потому что с точки зрения организационной это могут делать миряне, миряне с талантом организации, привлечения людей, но соль сестричества, это, конечно, не столько даже, может быть, в профессиональных навыках, потому что здесь государственные учреждения не могут во многом дать даже фору, а именно в том духе, с которым сестра приходит в то или иное учреждение, в духе любви, в духе отношения, как ко Христу, к каждому пациенту. Можно вопрос, это, как я уже сказала, главное, то чем сестры должны вести, вот это любовь в мир, и этим они отличаются от профессиональных работников, то есть они не отличаются, лучше нас могут быть сестры, профессиональные работники могут являть любовь, лучше нас, не надо им нуждаться тоже, правда? Вот, но все-таки я интересуюсь на теорганизационный вопрос. Скажите, пожалуйста, а битвая мосердия, вы сказали, состоит из таких структур, монашествующих и, собственно, сестричества, да? Сколько у вас людей там и там? Монашествующих сестра, сестра в настоящее время, где-то около 150 тысяч. 150, это отдельно что, монастырь? Монастырь, да. То есть это структура и юридическое отдельно, сестричество отдельно, да? Того и дело, что здесь сестричество, часть сестра оказались в этой, в Москве, да. Скажите, пожалуйста, вот та часть, которая, сестричество, собственно, да, у вас штаты и сотрудники есть? Человек доходит в войну, это послушание обработчиков. Вот это ваша сестеринская структура. Сколько народов, например? Из тех сестер, которые ходят по куче, неудачные изменения? Нет, вообще, вообще, у вас национальных достаточно много. Вообще, сколько у вас сестер? Сестер. О, очень много. Большая структура. Хорошо. Значит, штатные сотрудники, я так понимаю, конечно, это немного, но все-таки, кто штатные сотрудники? И чтобы мне представлять, тема нашего сегодняшнего встречи, это развитие добровольчества и движения. Понимаете, вот на самом деле, разные сестричества, которые уже стабильно, хорошо себя проявили в медицинских учреждениях. Они имеют штатные сотрудники. Ну вот, немножко другое слово. Как привлекать эти сестричества и добровольчества? Вот у вас добровольчество в спорт, и сколько штатных? То есть, вы что? Есть, у кого-то все. Те, которые идут в учебные учреждения, это не... Это добровольцы, да? Ну, конечно, это не... Нет, ну я... Нет, а сто, это штатные сотрудники, да? Знаете, что, которые вот люди едут на выставки, например, которые с переполучения не имеют, да? Спасибо, что я поняла. Спасибо. То есть, 200 человек, это те, которые просто... Масалу Божию вас будет сюда, да? И есть ли у вас устав, в котором определено, или какое-то внутреннее поражение, в котором определено, какова мера участия, сколько раз в неделю, или там, не до 10, то есть сестра должна выполнять, ну, выполнять свои услышания. Уставки, если уставки это не имеет отражение, там, деятельность истечества, то будет стоим не доходить там. Понятно. То есть эти 200 человек в самый раз в день участвуют в работе, правда? Ну, так и везде, да. Два раза в неделю мы обещаем. А, два раза в неделю, все-таки посещаем. Два раза в неделю обязательно, а если все остальные... Хорошо, спасибо. Спасибо, да. Информация, пожалуйста, да, прошу. Дочка, вы, пожалуйста. Благодаря Александру Арктурову, Владимир Василовичу. По множению этих вопросов. По возрасту, какие у вас, так сказать, председательства, и по пенсионерам работающим, есть такое статистику? Сколько всех... Ну, у нас все остынет из всех фото-мосток. А в студентах, как бы, затеяли, наверное, моложе, и вот больше пенсионеров. Больше пенсионеров, больше пенсионеров. Нет, больше молодых. Больше пенсионеров. Да, все началось вообще с сестер, которые вот учились в вузах, белые сестры, вот они пошли на послушание. Сейчас многие из них, монашествующие. Работают они и... и... Ну, монашествующие понятны, да, что они в мастерии это. А белые сестры, ну, да, как кто? Кто работает в миру, номер 6, зарабатывает скотничку, а это церковное послушание, да слава Богу. Спасибо, да? Да, да, пожалуйста. Это бешкетка, кэдэстасия и башня. Скажите, пожалуйста, вот я услышала у вас в основном это вот помощь когда они болят, да? А есть ли у вас покушание, чтобы оказаться палеоактивной помощи в ваших центрах или еще? И еще, пожалуйста, вот помогаем, представьте ли вы в больнице на местах где-то, приходят ли к вам какие-то больные? И есть ли у вас обучающие курсы, что ваши вот сестры в милосердии, проходили ли они какие-то курсы по оказанию первой медицинской помощи и как они осуществляют? Спасибо. Ну, вон-колоцентре у нас нет такого послушания, а что касается вот помощи больным людям, у нас для кого-то около вон на каком благословиное начисто-тронажное направление, вот, ну, конечно, мы начали учиться там где-то возможно, в Белоруссии у нас учат учиться, в Москву приезжали к сестрам, мы будем продолжать свои сестры, как мы учили, чтобы она могла учить, что мы видим, что это необходимо, необходимо, чтобы сестра была профессионально подготовлена. Ну, пока практики еще нету, да? Ни одна сестра милосерия не оказывала отдельно, самостоятельно какую-то помощь. Почему? Мы все научились, не померили. Мы пошли, да, и учимся, и параллельно параллельно записаны, кто, 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 я вам скажу, наша, нет, это не отдельно юридическое, наш, вот, родитель, да, два юридца, сестра и милосерие, ну, по сути, это вот одна обитель, один духовник, и подворье, оно, юридически окормлено и сестра, но, на самом деле, там, монашествующие сестры, батюшка, и они, как бы, при монастыре, это подворье, монастыре. По месту расположению, да, 30 километров от монастыря, туда заворы, и женские, потом. А какой там структур, кто там вам возглавляет? Монашествующая сестра, сейчас уже начиналась, значит, одна, сейчас уже там 150 человек, а монашествующих сестры, порядка 5 человек, вот, ну, там они организовывают их жизнь, во всем направлении, в том числе и в обществе. Можно вообще? Скажите, пожалуйста, есть ли у вас диспетчер, как вы принимаете заявки от местного населения, и есть ли у вас такое послушание, и как вы работаете в этом направлении? Конечно, мы делили о том, что мы вот оказываем такую помощь, есть такое направление, звонят у две сестры, вот, они принимают заявочки, вот, с людьми беседуют, все, потом выезжают на место, смотрят условия, они для человека, составляют план ухода, вот, ну, на визию, такую сестру можно послать, вот, ну, куда-то надо более обучение послать, куда-то может быть сестру. изменить, а если у вас карта первого визита, вот, такой мутипус, да, да, вы в первой визите, еще, очень такой, репортный, у вас, как вы идете одна, ну, или кто-то из сестер, или двоем, втроем, в каком количестве, первое визита, да, это очень интересная поэта, но кто-то не знает вот этой работе, визит, или, пожалуйста, не отзываю, из Белоруссии, и очень хорошо с вами, в структуре работы, и вот, она мне сказала, сестра, еще, для нового века, у нас в Тресании Сестричеств есть специальные организованные курсы на обучение всех людей, которые работают с тяжело больными людьми, специальные инфекции, они много-годичны, поэтому это очень интересная опыта, и у нас, на эти, у нас, на эти курсы, обучаются, у нас, на эти курсы, обучаются, наша задача сегодня просто познакомиться, рассказать о опыте, а все практические вопросы, и они должны в дальнейшем решаться уже, он у нас. Спасибо, пожалуйста, я очень хочу уважать мои акции, сестра, я предлагаю так, чтобы у вас здесь вечером, или до ужина, или после ужина, собраться в фойе на каком-либо этаже, и все вот эти интересующие вопросы, которые не вмещаются в временной график, сесть, переговорить, обсудить, и поделиться, потому что есть и вырегменты. Так, что-то, давайте так, давайте так. Об этом в конце решим, и обозначим время, этаж. Спасибо. А можно определяющий вопрос, чтобы был понятный, мне интересно, но я не понимаю, сестричество, это вот обычно юридически оформленная реализация? не сестричная. Не сестричная. Как правило, сестричество, группа сестер, или даже братьев и сестер, собранных при приходе, которые, ну, под крышей юридического лица прихода существуют свою деятельность. Есть редкие сестричества, которые зарегистрированы как самостоятельные юридические лица. Мы приходим, мы юридически оформлялись в храме, не убиваемая чаша, которая на подгонку. Спасибо. Давайте закончим. Все вопросы интересного доклада закончились. Перейдем к второму докладу. Полина Александровича Павлова, правильно? Да. Поковорились в службу добровольцев, православных служб в оседневной в Кингуле. И вот тема ее, та, которая прямо совпадает с темой следа, потому что вступить в подготовке к сестричеству. Слушаю вас. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие отцы, знаете, и сестры, очень радостно вас видеть. Я, наверное, ничего нового не скажу вам, потому что у нас я работаю с добровольцами, у нас служба есть добровольцев, вот они. У нас их много, получается, около 600, более 600. и у нас я являюсь, получается, так получилось, что я являюсь мостиком между добровольчеством и сестричеством. И я знаю, как люди переживают, когда переходят из дел мемосердия добровольческих в делами мемосердия и сестричества. Добровольцы – это люди свободной воли. Они могут прийти на послушание в детский дом, могут не прийти на послушание, то есть они выбирают. А сестричество это уже определенная система и контроль. Тебе говорят, ты должен идти, а добровольцы тебе говорят, и он может отказаться. И вот тут разница между того, как наш дорогой добровольец, когда приходит в службу, он смотрит на это все, служит, и потом потихоньку уже переходит в сёстры. Я хотела поделиться также опытом то, как у нас добровольцы, светские люди, которые приходят не совсем воцерковлённые. Очень становятся люди с 18-летнего возраста. И, как правило, люди приходят не воцерковлённые и с вероисповеданием разным. У нас бывают и буддисты приходят добрые дела делать, и мусульмане приходят, и наши православные приходят делать добрые дела. Мы всех принимаем и ставим на посты. Обычно даем анкету заполнять добровольцы, и обычно они пишут, что хотят изменить мир к лучшему, а почему вы приходите помогать. И они пишут, хотим изменить мир к лучшему, или возможность реализовать свои скрытые способности, почувствовать себя полезным в обществе, потом есть возможность, есть время, хотим поделать дела не усердия. Вера без дел мир 2 тоже очень часто встречается в анкете. То есть мотивация вот такая. проходит собеседование с нами с духовником службы, и все после собеседования становятся полноправными добровольцами службы. Я им презентую кодекс добровольца, рассказываю цели и задачи, какие должны быть, что нужно делать, что нельзя делать, и те основные моменты, и запускаем нашего человека, добровольца, в вот такие делали наследия, в помощь многодетным семьям помогаем. И с чем столкнулась, что происходит с человеком, который приходит на пост, допустим, многодетным семьям, или поддержка материнства, или вот посты в детских домах. Я столкнулась с тем, что люди переживать начинают, переживать с тем, что когда столкнутся со скорбью, что с этим делать. И конечно же у нас в службе, слава богу, есть такая система, как огласительные беседы, потом потихонечку идет подготовка к оцерковлению. И когда добровольцы ко мне подходят, говорят, ну слушайте, столько скорби, как с этим поступать, я говорю, идите на огласительные беседы, там расскажут смысл, веры православной, если вы хотите узнать о ней побольше. И они приходят, они сидят, у нас есть человек, который ведет 12 огласительных бесед, они проходят эти 12 огласительных бесед в течение трех месяцев и уже с определенным пониманием идут. Затем, как у нас в добровольчестве, мы организуем паломнические поездки. Паломнические поездки вообще удивительные, так как люди еще сильно не выцепленные, они, женщины бывают, едут накрашенные, с карбуками, готовые, такие. И вот к этим людям как раз внимательнее начинаешь относиться, потому что они еще не знают, как себя вести в этих делах. И задача, как я в себе видела, ну и вижу, что это помогать людям не бояться подходить к священнику, не бояться общаться с ним. Даже это доходило до того, что вот человек не готов раскрыть душу священнику, потому что боится, вот склонилась с этим, боится просто, да как, а батюшка сейчас что-нибудь скажет, и все, я не смогу прийти. Я думаю, это просто реально, я говорю, ну давай, что тебя волнует, пиши, и подойди батюшке, просто записку отдай. И вот получается, ты идешь, шаги за человеком делаешь определенные. И в итоге, когда вот в паломнические поездки съездят, вопросы задаются определенные, батюшки начинают уже подходить, уже как-то совсем страшно, и когда ты уже увидишь, что совсем не страшно, уже какая-то система появляется. И самое главное, это получается, быть внимательным к человеку, который приходит в службу. И у нас, это самое главное, быть с человеком. Конечно, их много, 60-600 человек, но ты видишь, чувствуешь людей, рисованный, цепляешься за него, и говоришь, а что тебя интересует, а что тебе интересует, куда ты ходишь, вот детский дом, вот, допустим, на липус, на 4 ребята, и их контролируешь неосознанно, ну, как бы они не знают, но ты их контролируешь, как они посещают детские дома. И вот у нас сестра, доброволец, ходил в течение полтора года, а вот сейчас готовятся к кандидатам, сестры, потому что видеть серьезность отношения службы к тому, что мы делаем. И вот когда приходит человек в нашу службу, заполняет анкету, затем я его передаю координатору, который дальше ведет этого человека, организует его, приходит на адрес, допустим, дом престарелых, встречает его, общается с ним и берет в определенную опеку, да, в определенную опеку. И уже я, так как с людьми, со многими тяжело же сразу общаться, с координатором общаюсь, и мы с ним разговариваем. Я говорю, что у тебя с этим человеком, что у тебя с этим человеком? А вот этот, допустим, вот там Данил пришел, побуду и престарелых, не смог он там быть. И он ушел. Я забираю Данила и его отправляю к другому направлению, на адрес пробуем. Отдаю Данилу другому координатору, говорю, давай вот Данилу на адрес попробуем, может он на адрес индивидуально сможет. Данил опять и там не смог. Потом мы, в итоге, у нас получилось, что у нас на подхвате в ремонтной бригаде. И вот так получается с каждым человеком нянчишься. Но это с помощью помощников. Это все происходит в любом случае. Люди, но они, кстати, все координаторы у нас добровольцы, они после рабочего времени по субботам в основном встречают добровольцев и проводят их на адресах. Также у нас есть очень важный момент, то, что когда у людей возникают духовные вопросы, можно будет это все организовано, не предоставить. Вот вкратце. Спасибо. А вот из этих добровольцев опыт ваш, что показывает. Вот из этих добровольцев изъявляет желание уже вступить в систему милосердия. По количеству немножко, ну, по примеру, абсолютно. Ну, по количеству, можно конкретно, да, тогда пример, я скажу, у нас было какое-нибудь посвящение сестричества 4 июля, 5 июля, в Сарсар. Туда у нас был посвящение... Сарсы – это боголюбский женский монастырь. Потому что, люди, что такое Сарсы в Екатеринбурге? Женские монастырь, да, новообразующиеся. У нас в этот раз посвятилось 6 человек из добровольцев. Причем, так интересно, Любовь, которая, она год доброволила на адресе, и как-то у нее потихонечку, потихонечку лался. Она наблюдала... Старшие сестры сестричества есть задача внимательно приглядываться к добровольцам. Полина, она свое дело делает, занимается с добровольцем. Есть еще старшая сестра Анастасия, которая непосредственно, кроме развития сестричества, она еще и занимается воспитанием подрастающего поколения. Потому что это вообще же проблема в современной церкви, что 20 лет назад, когда отцы обратились к прихожанам, волна пришла в сестричество на инициативе, на энергию. И потом вот эта волна на раз и с возрастом постарела. А где взять новых сестер? 23 направления Полина сказала. Пожалуйста, хотя бы несколько назовите в правлении, кто работает. 12 постов государственных учреждений сестринских, то есть где сестры в штате больницы и в штате сестеричества одновременно принимают служение. А это не одно направление работа с больницами? Ну, каждый пост это отдельное 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 объемное объемное. Там не только больницы, там и детские дома, и туберкулезный санаторий, и дом престарелых. Разные профили, разные специфики каждого учреждения. и дом престарелых. Да, хорошо. Если добровольцы, например, хотят школьники, старшеклассники, это есть какое-то ограничение по поводу? Ну, 18, ну, что, вот можно, например, детки, да? Мы же не знаем, растающим поколениям, у которого должно быть какие-то маразин. Нет, это все на 15 лет, да? И можно, например, родноклассники, если бы захотели родноклассники, идти ко мне в добровольцы, да, помочь мне в следствии, то могу ли я их принять? Нет, 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 это, потому что медицинский уход, есть же еще и доступ, есть акции. У нас есть, у нас с письменного разрешения родителей, то есть, добровольцы приходят с родителями прям. Да, у нас вот мама, да, приходила в двух девочек, им по 14, 14 и 16 лет, и он там, или с классным руководителем, если это целый класс. В любом случае, да. Работы, конечно, и маленькие, но не совсем меняют, ну, как подростков, которые хотели, чтобы меня участвовать, потому что, может, должны допроситься и не только о том, чтобы они их заводят, но и на душе, а как раз это, они самые наглядные, и убеденные, что в чем это случается. У нас с пяти лет ребятишки участвуют в акции, когда в однородном стиле, с мамами, с папами, иногда приходят, оставляют, уже знают, что там есть ответственный человек, может быть, ребенка стоит, оставляет на время, 1-2 часа, и потом их забирает. Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Вы сказали, 6 ушли, сколько пришли, динамика. Нет, 6 пришли. 6 посвятили. Ну, я же говорю, а сколько уже? Куда добровольцы берете? Вопрос. И сколько пришло добровольцам за последние годы? Больше, меньше? Благодаря всех приглашаем на сайт ekb.miloset.ru Там есть описание всех проектов, есть методология, есть работа с добровольцами. Еженедельно встречи с добровольцами проходят по воскресеньям в соборе. Еженедельно около 10 человек, ну, со всего, в Екатеринбург приходят в службу добровольцев, то есть порядка 40 человек в месяц приходят. Но из них не все понятно, что остаются, кто-то уходит, но служба где-то человек на 150-200 добровольцев года на стабильном расстане. Ирина, Белоруссия. Здесь дело в том, что у нас небольшая группа белорусских сестер из разных епархий. Дело в том, что я бы хотела уточнить такой момент. У нас, по законодательной базе, у нас не могут, например, сестры, милосердие, быть в штате больницы. Если я поняла правильно, вы говорили, 12 послок в штате больницы, значит, эти сестры, которые у вас получают зарплату, вы понимаете, правильно? Являясь штатными сотрудниками больницы и с сестерами милосердиями. И по совместительству получается одновременно работа в службе милосердия, там получают часть зарплаты, и в больнице в согласовании с руководителем, который этот вопрос решает. Ну, не на обществом областном уровне, а на уровне своего учреждения вопрос решается. Немного интересно, потому что это люди другого качества. Момент. Зарплата, которая не обладает в службе милосердиями. На уровне своего учреждения вопрос решается. Немного интересно, потому что это люди другого качества. Момент. Зарплата, которая приобретает в службе милосердия, от каких структур? От церкви, от прихода, от благочения? Служба милосердия это юридическая организация, которая сама привлекает средства, ищет выводителей как можно. То есть это организация, которая обеспечивает работу не только сестер милосердия, а и других разных направлений милосердия. И последний вопрос. Все ли сестры, которые у вас уже работают на постах, имеют медицинское или какое-то образование, обучающее основу милосердия? Сейчас пятый год мы набираем на начальные сестерские курсы. То есть начальное медицинское образование фактически все сестры имеют, то есть те, которые оказывают помощь. Очень немного из них имеют профессиональное медицинское образование, но мы оказываем медико-социальную помощь, а не узкое медицинское. Все, спасибо. Доброе за то, пожалуйста. Я приехала с демократом из-за этого города, где нет дел, должностей человечества, но начали работу с ребенками людьми. И с демократом и уже устарел и уже не остались. И вот возникает вопрос, что нужно создать посередине с демократом. Чего решать? Чего-то слыхает, что он сам занимается в детстве, гимназии. Где это нужно создать? Пожалуйста, вы можете обратиться в углу, например, ко мне, да? То есть вопрос организации, если мы сейчас не будем обсуждать, ладно? Зай, специальный разговор. Себя начинается с одного человека, с человека, который хочет этим делом заниматься. А потом уже все дело техники. Я хотела добавить, что как только человек приходит и говорит, я хочу делать дела, мессердия, вот в этот момент надо его поймать. То есть сразу же, я имею в виду поймать, отправить, уже дела делать. То есть у нас иногда бывает, что сразу этот дом, детский дом его, чтобы он не перегорел, потом дом присталел их, и на адреса. То есть сразу же ищешь ему работу, чтобы... Можно еще один нюанс? Да, так получается, что не все сестры, которые в сестричестве, они несут служение непосредственно в постели больного, потому что есть сестры, которые, например, в бухгалтерии трудятся, есть сестры, которые занимаются информацией, есть сестры, которые занимаются в отделе для лечения ресурсов. У них у всех есть плодоставение раз в недельку 3-4 часа находить для служения, но даже не всегда это получается. Утенение все равно в сестричестве и в этом общем духе живут сестре. Да, дружить еще в доброте. Потом мы еще знаете, как делаем? Мы объявление написали, приглашаю службу добровольцев и развешиваем их в храмах. И люди, которые прихожане, они смотрят и звонят, у нас приходят по объявлениям. И плюс еще сарафанное радио хорошо работает. То есть люди пришли, привели друзей. Да, пожалуйста. Так, спасибо. А, еще вопрос последний. Да, последний. Давайте. Очень часто задумывается такой вопрос, когда мы задавали расходственное вопрос. В данном меграфоле будет расход на дому. В данном случае очень часто этот вопрос звучит. Как выбирается встреча? Это очень повторный и постоянный вопрос. Мы нашли этот способ, он дает больше чего нам не было как делать ассоциации школы. Мы решили обвести все наборы на все старшие курсы. Это уходы, службы, также школы, старшие классы. И при храмах и монастырях. И на эти курсы приходит нахрон. еще раз всего с какой-то в новой встрече. Вот это больше всего. Новая встреча. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогая. все. И давайте переходим. Спасибо. Три другого доклада. Доброе утверждение иконы Божьей Матери и Царицы при Соборе Святой Троицы города Ижевска. Доброе утверждение иконы Божьей Матери и Царицы при Соборе Святой Троицы. Постепенно ряды наполнялись новыми добровольцами и появилась возможность оказывать помощь и в других направлениях. Сегодня в нашем сестричестве 38 сестер милосердия и 37 добровольцев. Всю нашу деятельность можно разделить на три направления. Это оказание помощи болеющим людям, помощь бездомным и проект защиты материнства и детства. Как таково у нас такой резкой границы между добровольцами и сестрами не существует, поскольку человек, приходя к нам с желанием оказать какую-то помощь, и в качестве человечества он практически попадает в нашу структуру, и человек прикрепляется тоже так же по направлениям координатора и пробует себя в разных направлениях служения. Поэтому как бы практически все какие-то встречи, беседы у нас проводятся совместно, как собираются как добровольцы, так и с сестрами с единицей. Вот накратко пройду по тем направлениям, где у нас участвуют и сестры вебровольцы, а также в единой команде. Поэтому так вот краткий обзор нашей деятельности. Итак, с чего началось служение нашей сестер, это городская клиническая больница. Сестры несут служение в двух отделениях этой больницы. Это неврологическое и терапевтическое. В основном это помощь нашему медицинскому персоналу по уходу за тяжелыми больными, которыми редко приходят родственники, и приходится помимо того, что помогать санитар, еще наши сестры также помогают по уходу. В 2012 году была у нас освещена в больнице молитвенная комната, и появилась возможность у сестров читать в больнице утреннее и вечернее молитвенное правило для болящих и для сотрудников этой больницы. А также еженедельно приезжают священники нашего собора и проводятся молебны. Конечно, главная цель нашего служения в больнице – это не столько оказание такой помощи медицинскому персоналу, сколько оказание духовной поддержки. И поэтому мы по возможности всегда стараемся проводить беседы с болящими о православии, о таинствах, о церковных. И для того, чтобы помочь подготовиться больным к таким таинствам, у нас служат древние сестры, которые организуют и взаимодействие со священниками, и подготовку болящих к таким таинствам. Следующий наш пункт, где служат сестры на служение – это клинический республиканский онкологический диспансер. Это служение у нас началось в 2013 году, и сестры, посещая этот диспансер, читают вместе с болящими медицинским персоналом о карте с передоконной Божьей Матери в Сицилице. И, конечно, потом также остаются на какие-то православные беседы, проводят, и отвечают на вопросы, организуют взаимосвязь со священниками нашего собора. И такие же акафисы у нас читаются в Республиканском реабилитационном центре для детей с органическими поражениями центральной нервной системы. Такое служение сестры у нас начали в 2012 году. И помимо акафисов, которые там проводятся нашими сестрами, также сестры принимают участие в поздравлении детей с разными праздниками православными, дарят подарки, организуют какие-то концерты. Очень нам активно помогает в этом направлении православная молодежь, которая также подключается к организации всех этих мероприятий. В этом году эти ребятишки приезжали к нам в гости в наш храм, показывали концерты, общались с ребятами из нашей воскресной школы. Медицинское образование, в принципе, требуется для того, чтобы показать для врачебную помощь, поскольку люди приходят зимой и с ожогами, которые получают при ночевках на теплотрассах, либо какие-то у них заболевания имеются, и приходится тогда оперативно вызывать сфорную помощь и сопровождать до больницы. Для того, чтобы эти направления поддерживать, у нас возникла подребность создания пункта гуманитарной помощи. Который также был организован на территории нашего храма, постоянно, ежедневно там дежурят сестры-добровольцы, для того, чтобы принимать гуманитарную помощь под населением. Он оборудован у нас уже где-то стеллажами, и всегда имеется запас необходимых вещей. Благодаря вот такой помощи мы имеем возможность помогать не только бездомным людям, но и одиноким мамам, малообеспеченным, сильным, другим приходом монастыря. В этом году очень активно наши добровольцы и сестры подключились к проекту «Чеплый кровь», который организуется в рамках уже ипархиального отдела по социальному служению. Вот этот проект направлен на открытие пункта обогрева для бездомных людей в холодный период времени года. Мы взяли за основу опыт благотворительной организации «Ночлежки» в Санкт-Петербург. Планируем в этом году уже открыть вот такой пункт обогрева. И сейчас наши сестры-добровольцы активно прорабатывают этот проект, готовятся к благотворительной ярмарке белых цветов. И добровольцы очень активно подключились для привлечения людей по изготовлению белых цветов для этой ярмарки. И третье большое направление – это защита материнства и детства, которая у нас практически с прошлого года так стала разворачиваться после того, как одна из сестер прошла дистанционный курс обучения по данному направлению. И в первую очередь мы на деньги, которые собрали сами сестры и добровольцы при участии на благотворительных ярмарках, мы закупили выставку семейные ценности, с которой имеем возможность теперь, набрали группу, лекционную группу из добровольцев, которые выходят в средние профессиональные учреждения с этой выставкой и ведут такую просветительскую работу, направленную на снижение количества абортов и на укрепление семейных ценностей в нашем обществе. В рамках этого же проекта проводились какой-то период консультации с женщинами, которые приняли решение пойти на такой шаг по прерыванию беременности. И результаты были тоже как налицо, по крайней мере, вот такая у нас небольшая статистика, которую мы знаем, и из 23 проконсультированных женщин 5 приняли решение все-таки продолжать беременность и родить малышей. Вон игровая комната, где могут молодые мамы, папы, придя на литургию, воскресно оставить своих малышей в этой комнате и под присмотром добровольцев ребятишки проводят время, а родители в это время посещают богослужение. Вот, ну, конечно, для, так как наша деятельность потихоньку расширяется, нам очень требуется привлечение новых ресурсов, но главная, конечно, цель привлечь людей, целью дать им возможность поучаствовать в делах милосердия, потому что очень много не решают, многие хотят, но не решаются сделать этот первый шаг, и в этом случае им, конечно, нужно протянуть руку помощи и показать, что у нас есть возможность это сделать. Вот с этой целью у нас для добровольцев ежемесячно проводятся собрания, где обсуждаются какие-то вопросы, с которыми сталкивается любой человек в начале служения, обсуждаются какие-то интересующиеся темы. В текущем году мы ввели в практику проведение для добровольцев таких тематических бесед за круглым столом в присутствии священника, который довольно-таки эффективно себя оправдал. Вот так недавно у нас прошла беседа «Вера без дел мертва», которая как раз была посвящена доброделанию и смыслу вот этого служения. Для привлечения добровольцев также у нас в храме размещены вот такие объявления, которые призывают поучаствовать в делах милосердия. В этом году мы всем прихожанам разговаривали анкету прихожанина для того, чтобы выявить людей, которые нуждаются в помощи, ну вот именно из наших прихожан. Либо там бруба есть, либо человек, которые могут оказать помощь. И у нас больше так лучше, что откликнулись те, кто могут оказать посильную помощь, и мы благодаря этому сразу привлекли в человек 8 наших новых добровольцев. Большую помощь в привлечении добровольцев показывают творческие мастерские, которые у нас проходят, раньше проходили еженедельно по субботам, сейчас мы стали их устраивать более часто, поскольку благотворительные ярмарки у нас стали проходить чаще. Мы на эти мастерские приглашаем всех желающих. Наши сестры, которые вводят профессионально какими-то техниками на локоделе, дают бесплатные мастер-классы. Вот эти мы привлекаем как бы людей нашей еды. Им предоставляется безвозмездный материал для изготовления различных сувениров своими руками. И потом эти поделки, сделанные своими руками, мы реализуем на благотворительных ярмарках, благодаря чему выручаем средства. Очень эффективный способ поддержания и привлечения добровольцев, поскольку в такой непринужденной обстановке проходит общение между сестрами и кандидатами в наше сестричество. И людей привлекает просто сама вот такая дружеская атмосфера, которая существует. Ну и само посвящение в добровольца, оно тоже такая действенная форма, поскольку посвящение в сестры у нас проходит очень торжественно после литургии, в присутствии вот прихожан храма. Как правило, сестры читают присягу. Присяга у нас, ну, стыкана канонического содержания заключается в том, что сестры действительно обещают ответственно относиться к своему служению. Поэтому как бы у нас основной критерий, наверное, который разделяет добровольцев и сестер, это уже непонимание своей ответственности. Хотя, так как немножко, может быть, тоже у нас тут вопрос вставал, сестры тоже у нас добровольны, и поэтому имеют право в каких-то вещах и отказаться, если это им неудобно в сочетании с семейными какими-то там ценностями, либо как-то. А так, в среднем у нас тоже сестра должна нести служения около 4 часов в неделю по разным направлениям. Вот, ну, и для того, чтобы как бы объединить сестер-добровольцев, у нас еженедельно проводятся молебны о приумножении любви. Это именно уже наш духовник, отец Антонин, с нами проводит такие молебны. А забудьтесь о будущем пополнении наших лидов. Мы сейчас организовали семейный клуб тоже при нашем приходе, где собираются молодые семьи, наши потенциальные потом, мы надеемся, будущие добровольцы, для которых создается тоже хорошая такая атмосфера общения, обмена опытом, привлекаются священники для беседы с такими семьями. Очень интересно прошел праздник в честь благоверных князей Петра Евгении Февронии, и другие ребята с родителями не просто участвовали в конкурсах и концертах, но, можно сказать, участвовали в делах милосердия и сготовив белые цветы для нашей предстоящей благотворительной акции. Ну, помимо этого, сестра-добровольцы тоже активно участвуют в наших приходских праздниках, тоже, как бы, это один из рычагов привлечения к нашей любви. Вот у нас проходят праздники, концерты готовят сестры, привлекают добровольцы. Приходские праздники проходят с участием и полевой кухни, и раздачи каких-то подарков, сувениров. Это вот мы поздравляли ветеранов, ну, 9 мая. Вот у нас такая полевая кухня бывает, приезжают прямо на территорию собора. Ну, и, конечно, совместные паломнические, труднические поездки, крестные ходы тоже один из таких у нас моментов нашего объединения. В перспективе мы очень хотели бы видеть в наших рядах, может быть, не в рядах сестричества, а в рядах добровольцев, мужское население нашего прихода, поскольку нам очень в реализации наших новых планов нужны мужские головы, мужские руки, поэтому, может быть, вот какое-то создание братства в рамках добровольцев, и создание системы адресной помощи, которая у нас пока только в начале развития находится, вот это тоже одна из перспектив нашего развития. Продолжение следует... То есть они питают в себя кто-то, который уже наоборот в виде числительства, и у них достаточно хорошо это все развивает замечание. Вот, кстати, у меня уж такой вопрос личный. Соживотки, как вы относитесь, вы полагаете, действительно помощь? Сейчас я ищусь о том, что мы уже с региональной соживотки организовываем. Вы стали в Бурге, в Сибирском округе. Вы считаете, что это потребность? Как поживотки, которые проходили в Москве? Да, это действительно такая единственная помощь, поскольку не всегда нужно идти каким-то своим путем, если есть уже опыт других сестричества. Это действительно настолько, что наши сестры всегда только поддерживают этот опыт. Мы ездили в Оренбургскую парку, в Екатеринбурге наши сестры всегда получают поддержку. Поэтому не надо, наверное, как-то изобретать что-то новое. Лучше по крупицам собирать то, что для тебя, для нашего сестричества приемлемо. Вот у вас опыты, такой есть. Хорошо. Спасибо. Мне кажется, здесь тоже, если вы смотрели внимательно слайды, такой момент погружения духовника, отца, отца, отца Нина, вообще в жизни сестричества. Что это не формальное оторвение, а это практическое участие. Потому что батюшки, они, конечно, всегда заняты, всегда очень много разных послушаний. Но, знаете, там, пастырь, он идет впереди стада, а есть овечки, которые, они так, немножко шустрее, они как свои рожками пастыря подталкивают. Поэтому вот с того, как миряне батюшку привлекают, как они с ним в контакте, очень важен контакт старшей сестры с духовником. Потому что, если это не формальный контакт, а живой, если она его духовная, чадно кормляется, то она следит за духовным состоянием своего сестричества, вовремя как-то видит ситуацию у той или иной сестры в личной жизни. Всегда может как-то, ну, как формирование общины, формирование какого-то семей, какого-то семей, какого-то сердца, отцовских отношений. Очень важно. Конечно, духовники, свое внимание, свое душевное, сердечное внимание нужно, конечно, только к этому направлять. Можно спросить? Там, наверное, у нас есть. Сестра Светлана, можно? Да, конечно. Хорошо. Сестра, скажите мне, пожалуйста, такой вопрос. Вот у вас гуманитарный центр, где с собой врачи одежда, там, игрушки принимают, обувь вы собираете? Да. Обувь на самом деле. Обработка у вас идет. Где обработка одежды поступающей или у вас все нужно? Мы принимаем только чистые вещи. То есть при приеме? Да. И обувь тоже, даже если она не новая, она должна быть в чистом состоянии, отремонтированной. А обработка специально гигиеническая? Мы просто мешки сразу складываем, мешки сразу завязываем, мешки из-за него и потом оставим. Такой вот обработки нет. А именно такой санитапно-гигиенической обработки. Девочки, опять технический вопрос. Все у нас происходит. Вот я хотела показать как раз вот на мастерске, какие у нас сестры профессиональные мастерицы. Вот такие. Похоже на вас. Это как раз сувенир, который мне подарили в воскресенье, потому что у меня только-только посвятили в сестры. Вот и этот сувенир был мне подарен, это посвящение. А вообще вот у нас люди действительно профессиональные, которые занимаются какими-то техниками, они вот абсолютно бесплатно для всех провод мастер-классов и привлекаются. Потому что люди, это же дорого, а у нас вот в открытом доступе. Спасибо. Так, и приходит прокладку из Санкт-Петербурга. Надежда Ильичевна Слепкова его сделает. Называется тема «Опыт молодчерства в служении пристречного преподобного Челезавета в поселке Лавки в подписье номер один». Замемлились были другие докладчики, но, к сожалению, заболели. «Опыт молодчерства в Санкт-Петербурге», но, тем не менее, поскольку наше сестричество достаточно старинное, мы отметили 20-летие в прошлом году, то, конечно, мы пытаемся достаточно много, это «Дом сестричества», мы перебывали в нем, мы устраиваем тоже у себя встречи сестер. Пожалуйста, следующий тетик. Значит, 25 лет в этом году исполнится хосписному движению. Многие сейчас хорошо знают, что это такое. И я хочу обратить внимание, что целью, которую ставит перед собой хоспис, они очень близки христианскому сердцу. Прежде всего потому, что человек на пороге смерти считается драгоценностью, в которую следует вкладывать деньги, выделять внимание. Это христианская какая-то мысль, которой не было при советской власти. У нас и в больницах, это онкологические больные четвертой стадии, их не лечит. Но вот наша сестричество, она очень компактная, маленькая. У нас 18 сестер и 23 всего человека вместе с добровольцами. Я хотела бы обратить внимание, что мы слово «доброволец» используем в двух разных смыслах. С одной стороны, это человек, который участвует в общественно полезном каком-то служении и делает это бесплатно. В этом смысле все сестры нашей общины и посвященные, и те, которых мы называем добровольцами, все они добровольцы. То есть это добровольческая организация, она просто религиозная организация. Так исторически сложилось при нашем хосписе. Значит, кто сталкивался с онкологическими больными в четвертой стадии, тот понимает, что это тяжелейший больной. И сколько персонала ни возьми, все будут работать с колоссальной эмоциональной и физической нагрузкой. Ну вот, дальше. Покажите. Значит, наше сестричество как бы имеет и церковные, и награды именно за добровольческое служение. В 2013 году мы получили диплом первой степени в конкурсе эффективное добровольчество. Потому что к нам пришла молодежь. Я отвечаю на те вопросы, которые задавались. Скажу, откуда мы взяли свою молодежь. Нам, так сказать, отделила от своих щедрот значительная часть своих молодых, очень деятельных сотрудников. Отец Николай Беляев, очень известный батюшка, который в Иоанновском монастыре возглавляет Иоанновскую семью. Он организовал вот этот праздник, который в этом году прошел 25-летие со дня прославления святого Иоанна Кронштадтского. И его потрясающие совершенно навыки работы на живой приход такой приходской жизни, они вот породили приход к нам добровольцев. А это вот то место, которое наша община религиозная заняла вот в хосписном, в этой больнице. Что мы делаем? Это общение с пациентами, помощь священник в исполнении церковных требований. То есть это возможность предоставить людям, которые попали в больницу, доступ к церковным требованию. Ну вот слово «требная сестра» мы почерпнули у москвичей, у тогда еще отца Аркадия Шетова, на конференциях, которые, конечно, огромное значение имеет для того, чтобы мы могли каким-то образом опытом друг друга пользоваться. Помощь в уходе за пациентами дома и в стационаре, вегенические процедуры, сопровождение пациента на прогулке, покупка товаров необходимых, будь то там еда или лекарства, средства по укладу и так далее. Уборка, помощь хоспису в хозяйственном лебеде, потом уборка территории, посадка цветов и так далее. Помощь автотранспортом для сопровождения больных и сбор благотворительных средств на нужный пациентах роспись. Ну вот немножечко картинками я это проиллюстрирую, пожалуйста. Вот на первых порах наше сестичество, к сожалению, потом мы оставили, это потрясающие совершенно альбомы, они сохранились. То есть велись такие альбомы, где наклеили мы фотографии людей, вот еще не больных, здоровых, и какие-то фразы, которые они говорили. И понятно, что общение, причем не только вот как бы вот религиозное, скажем, на подготовку к исповеди, не только проповедь, но и просто разговор, поставить человеку в известность, что тут его окружает, где там, как это все устроено. Это тоже очень важный момент. Пожалуйста, дальше. Родственников больных. Ну это вот как бы служение церковное, обычное, которое всем хорошо известное. Просто оно захватывает в данном случае, поскольку все больные уходящие, захватывает и родню, которая тоже страдает. Дальше. Значит, вот это служение требований сестры. Я хочу обратить ваше внимание, что вот батюшка сказал, вот священник, он собирает сестер. Мы породили из своей среды двух священников, врачей бывших, и, соответственно, одного он стоял вахтером напротив нашей часовни, просто вахтером, вот тоже стал священником. То есть на самом деле это как бы движение, если брать его, так сказать, мотать его на 20 лет назад, тогда священники вообще были на пальцах одной руки, нужно было их пересчитать. Очень это было мало. И они как бы стали заниматься в больницах, и на нашей, допустим, вообще не видно, что инициатива исходила снизу. И тогда вот отец Артемий у нас, врач, сначала пошел в Яконы, потом пошел и стал священником и так далее. То есть это как бы общая православная потребность, скажем. Она может зародиться не обязательно сверху, а может быть снизу. Пожалуйста, дальше. Значит, как осуществляется уход? Мы в основном и доброты, и сестры. Главный наш рабочий день – это суббота. Значит, на субботу больные записываются, кому нужно помыть, кому постричь ногти, кому нужно сделать. Приходят сестры и выполняют это. Вот эта конкретная каталка, покажите дальше, как в ней пользуется, значит, предназначена для того, чтобы привезти больного в ванну из палаты и в этой же каталке его и вымыть. И эта каталка приобретена на средства нашего сестричества. То есть вот сестры моют больных в ванну. И причем, даже могу сказать, я не знаю, с этим ли связано или вообще с нашей деятельностью, но у нас последняя была такая встреча 18 июля, наша Елизаветинская, и старый главный врач, поздравляя батюшку, мы новый храм на вас утили на нашей территории, на территории доме, на осязи, что-то сказала и заплакала. Я ее обняла, спрашиваю, чего она рыдается, вот что она плачет. Вы столько делаете, но представьте себе все лежачие больные раз в неделю в минуту. У нас совершенно другая обстановка, чем на многих больницах в результате. Но кроме того, что это радость для каждого человека, возможно, с ним с сестра в кресте, возможно, с ним какую-то духовную беседу, это как бы и в единичной точки зрения для больницы очень важно. Это вот ансетические работы в палатах, вот наша молодежь тут моет голову прямо, так сказать, в палатах. Что еще? Да, вот сопровождают больных на прогулках. Наша задача – улучшить качество жизни умирающего человека, расширить ему возможности какие-то. Вот это одна из них. У нас даже есть такой брат, сейчас он, правда, женился, и у него ребенок, но он всегда из Казани приезжал на на свои выходные с тем, чтобы погулять за больными летом. Лето так проводил человек. Вамечательно. Ну, вот это садик какой-то есть, в Куркхозском саде, новое здание. Оно, конечно, совершенно потрясающе. Внизу больные. Вот здесь вот с краешки видны дверцы в наш храм, она никак не помечена. А вверх там всякие комнаты разнообразные, каждый врач имеет свой собственный кабинет. И в том числе у нас есть там комната для добровольцев, где можно чай попить, пообщаться и так далее. Теперь вот это привлечение средств, один из самых таких эпизодов, можно сказать, героических, которые мы совершили в соседний такловой центр в Лапте. Мы там проводили мероприятие, связанное с 500-летним Дома Романова, сделали большую выставку, которую возили потом в Архангельск с историческим этим дружным, очень тесно. Устраивали для детей всякие мастер-классы, сестры со своими всякими… Это было общегородское межсестринское мероприятие и тоже принесло некоторое количество средств для решения наших вопросов. Понятно, что такой деятельности не могут быть допущены люди. То есть, конечно, у нас в Петербурге по-разному в разное время было устроено, то сейчас школа сестерного осердия работает на базе нашего хосписа. То есть, все желающие поучиться на медицинскую сестру, значит, что они дипломы получают. Вот это наша Елена Анатольевна, которая не смогла приехать. Вот. И, соответственно, значит, к мытью больных, к каким-то маломальским медицинским манипуляциям допускаются только люди обученные, то же самое и к духовным. Требная сестра тоже должна иметь подготовку, духовное – это очевидно. Дальше. Потом, значит, вот мы ездили в Москву, это обмен опытом, конечно, очень большое значение. Медицинские сестры, добровольцы. Так, дальше. Все, я заканчиваю. Все остальное тривиально. Значит, как мы общаемся? Значит, способы взаимодействия – это паломнические поездки, участие в крестных ходах. Вот мы в Екатеринбургском году. Это милосердие, которое проходит на базе Геновского университета, где педагогов обучают. Мы второй раз будем принимать в этом году участие в этом милосердии. Это все у нас. И что еще? Значит, у нас есть сайт, на котором можно, новостная лента довольно желаем сейчас посмотреть. на нас. И еще один момент, я вспомнила, пока там задавали вопрос, покойный наш духовник, отец Георгий, практиковал еще там, встречаемся у сестры Надежды. И мы все побывали друг у друга. Это действительно очень интересный такой способ, который очень нас сблизил. Мы побывали все друг у друга в гостях, знакомы с детьми, с родственниками и все такое прочее. И, значит, наблюдаемые всякий раз, когда предложили себе кого-нибудь чудо умножения хлебов. Оставишь на стол тонкой карелки, а уже, когда сестры уйдут, она две недели жизнь перегревает. Спасибо. Это будет практический раз. Спасибо. Яна Елена Владимировна, координатор Ассоциации Сестричества и Милосердия, Русской Православной Церкви города Москва, Сружение добровольцев в рамках Сестрической Милосердии. Я хочу рассказать, что мы, я имею в виду, подбокроводные. То есть, вот наша, чтобы вы пихали, наше сестричество, это идея конкретного сестричства, общество Милосердия оказалось на игру с матерью, которые тоже, как говорили, старое сестричество, 20 лет там в этом году, оборудовались Милосердия, Милоломском подворье. И наши сестричи, я как раз выясняла, общественная организация. И, соответственно, отчетности должно быть и по проведению сми, расходов, и так далее. Здесь бухгалтер и есть администратор. То есть, на самом деле, я хочу сказать, как можно, Женщина, которая работает, кто-то не работает, кто-то учится. Пенсионеры. То есть состав такого сестричества, в котором нет оплачиваемых штатных сотрудников практически вообще. То есть кто эти люди? То есть это в первую очередь какой это состав? Это студенты, старшие школьницы, это пенсионеры, это люди с более-менее свободным графиком, потому что у нас приходится не только с уборкой в воскресенье работать, с более-менее свободным графиком работы, с плавающим графиком работы. И те, кто действительно может работать там только с уборкой в воскресенье. То есть вот на самом деле контингент наш. И я вам расскажу о тех направлениях, в которых участие таких людей на добровольной основе возможно. Значит, какая структура сестрического управления сестричем? Начинался есть устав, и он как основной документ. Главная фигура, я прямо скажу, батюшка, как вы это говорили, но я однозначно, мы все считаем, наверное, согласитесь, главная фигура в образовании, развитии, деятельности сестричества и духовных. Причем духовных, который такой, который вникает не просто, так сказать, в наши личные проблемы духовные и там любые, семейные и какие угодно, но который участвует в делах сестричества во всем буквально. Вот у нас был тот случай, когда батюшка организовывал это все и вникал во все, абсолютно во все наши дела. Значит, ну здесь есть такие детали, что благословлял нас на создательстве отец Кирилл Павлов. Значит, какая у нас структура управления? Значит, главный управляющий орган у нас это конференция нашей общины, которая принимает все основные решения по установленной деятельности. Конференция выбирает совет общины, это тот оперативный орган, который руководит всей работой в нашей ежедневной работе. И старшая сестра, а совет общины выбирает из своего состава старшую сестру, которая выполняет решения конференции и руководит всей оперативной деятельностью. То есть это каждодневно, простите, 24 часа это может быть сутки, это может быть прямое время привлечения. Старшая сестра дневного вашего плана, вы знаете. Вот. Так, следующий вопрос. Значит, это я уже говорила, значит, в совете общины у нас 9 сестер, которые отвечают по направлению, по главному направлению нашей деятельности. Значит, какие условия приема в сестеричество? Как правило, это больше, когда сестра себя проявляет, мы ее испытываем, и когда она приходит к твердому решению, мы убеждаем в том, что да, она может, хочет и может работать. То есть это не менее полгода, как правило, это больше. У нас некоторые есть люди, которые там 10 лет, они поможут, это так и чистится. Они так и не ставят, что к твердому наносит в таком качестве. Они помогают такой или какой они могут, куда-то взять, а ну все-таки они работают. Так, начало сейчас, сразу, что у нас все длится в сестер, длится в сестер, а сестер, длится в сестер. Это понятно, что это женщины православные, они получают свои духовника на эту работу, и это может быть не только духовника сестличества, это может быть духовник ее личный. То есть на самом деле, это не сестлич, это тот, который управляет сестличеством, личный духовник, это может быть, пожалуйста. Дальше. С чего мы начинаем? Началась наша работа в институте нейрофюргии имени Бурденко. Мы сейчас говорили о косписе. Вы знаете, на самом деле, институт нейрофюргии Бурденко – это состав больных в значительной степени. Это такой же. То есть это опухоли головного сферолоза, половина и более – это онкологические опухоли. И началось с того, что в этом, в этом, в самом здании институте нейрофюргии имени Бурденко был когда-то пансион для дворянских детей, сироп. И там храм святителя Николая был. И при освещении, открытии этого пансиона и освещении храма присутствовало, знаете, Фёдоров, пансион с укупом себе генерал-губернатором и Сергей Савченко. И есть факт посещения этого пансиона и храма нашим императором, императорицей. И вот такая история храма. Значит, в 1920-е годы это всё, конечно, было закрыто. Храм превратился, в начале 1930-х годов превратился в операционную. И в 90-е годы, в 91-м году, в 95-м году, в 95-м году обратилась группа сотрудников, обратилась в патриархию с просьбой возродить там храм и богослужение в этом храме. И поручили Труландскому погоду, которая находится здесь Мяковской, между Белорусской и Мяковской рядом, и ближайший к Труландскому храм, и поручили подворью это богослужение там открыть. Значит, храм, например. Храм начался, начался служение в Туполе, только лишь храм, то вся остальная часть была перегорожена, там были кабинеты, операционные храмы. И вот с этого начиналось. И когда начальник подворья с братьями стали смотреть задачи, какие перед ними встали, то про эту, собственно, храма, они пошли по палатам и увидели ситуацию. Значит, ситуация была в 95-м году, в 90-е годы в медицинских учреждениях, даже в Москве, была плачевная. При том, что там вообще на самом деле институт с самыми, скажем, квалифицированными вообще в России, не только в России, хирургами и персоналом, но просто условия были таковы. И со всей страны там были больные, и было ясно, что не хватает персонала для ухода за таким тяжелым больным. И обратились к женщинам, к прихожанкам в подворье за помощь. И вот с этого, собственно, началось сестричество. Значит, мы пришли туда, начали в храме, начали дежурство в храме, обслуживание храма, скотизацию больных и помощь конкретная. Тогда была конкретная помощь больным. Это возле у них посидеть, им помочь, им подать, их покормить. Во всем институте, я помню, мы перемыли окна, они так по 4 метра высотой и так далее. Вот такая, тогда я с этого началась. Значит, за эти годы, во-первых, институт сам переехал в новое здание рядом, там замечательный совершенно господин, такого европейского совершенно хорня. И они сами уже, но не своими личными, хотя и личные сотрудники участвовали лично в материальном выставлении этого храма, значит, понятно, что это было бы сказано, бюджетное восстановление, восстановили совершенно великолепный храм, у нас если кто-то был на различных чтениях, вы знаете, видели этот храм. И сейчас уже проходит служение в этом храме. Так вот, с чего началось. Значит, с этого началась наша работа в 95-м году. Вот сейчас мы просто немножко заточим по храму. Что произошло? Ну, когда мы пришли в больницу в 95-м году, скажем так, среди персонала верующих людей было просто единицы. И смотрели на нас, ну так скажем, настороженно, кто такие. Слава тебе, Господи! Удалось нам за эти годы, и вообще обстановка, вы понимаете, да, что и людей верующих стало больше, и в храм в том числе врачи, и в том числе в связи с тем, что храм постоянно там, во имя богослужения, и в самой больнице. И благодаря все-таки, надо отдать должное и священству, и нам, что мы смогли переломить вот эту ситуацию. И сейчас вот это мы стали для нашего института. Вот представьте себе, вот какое структурное подразделение. Они совершенно относятся к нам, как к своим сотрудникам. Мы, конечно, не оплачиваем беда, но мы для них совершенно свои вот люди. Значит, вот это освящение было храмом уже в 2000-м году. Епископ Троицкий, игумен монастыря Улаамского, его освящал. Это вот академик Конова, величайший, надо сказать, светило в нейрохирургии. Он был награжден орденом в связи с восстановлением этого грамот и вообще в связи с тем, что произошло, что называется, сотрудничество с их. И вот они смогли пойти на то, что произошло настоящий сотрудничество церкви и врачей, и врачи-персоналы. Значит, ну тогда же и мы уже получили грамоты, почетные дамы и так далее. Богослужение у нас случается еженедельно, как во всех больничных храмах, в большинстве больничных храм, богослужение осуществляется по субботам, потому что в субботу больнее, вы знаете, свободнее. У меня процедуру пока не берет обязательных врачей и так далее. И, как правило, в субботу. В пятницу все начнут, в субботу литургия и моления. Бывает у нас в том, как следует, а иногда, если нужно, то бывает и чаще. И, конечно же, выполнение по просьбам разных требований, начиная от крещения и, правда, нам не разрешают на отбивание проводить. Я считаю, что это действует на больных, но, тем не менее, заочное отбивание и так далее. Вот за год у нас причастились в стране, мы ведем учет, естественно, журнал «1359 человек». И в палатах, вот это причечение в палате «1045 тяжелых лежачих больниц». Сествуем всегда. Готовят 2-3 дня. Вечерами они приезжают и отходят палату, выясняют желающих причаститься в субботу. Они их готовят. Раньше это было просто совсем, почти не было левочек людей. Сейчас они все-таки есть, но, тем не менее, очень много людей, которые начинают впервые, может быть, учащать. Это большая работа. Вот эта работа в больнице, антикинаторской подготовки к участию и так далее. Это работа врача. Теперь, значит, следующее направление, которое у нас развилось, это помощь детям-сиротам. Она начала в 97-м году. Началось в колоннском доме ребенка, в котором у нас образовалось, через два года образовалось колоннское отделение. Просто так получилось, что в колоннском отделении там образовалось такой скид монастыря. И когда нас стали тоже привлекать, там появились в колонне свои женщины, которые готовы были участвовать в этом милосердном служении. И объект там у нас очень сразу появился – это колоннский дом ребенка, в котором в то время была такая ситуация, что когда это была буквально помощь всем, чем только можно. Мы здесь добывали в Москве. То есть звание директора дома ребенка говорит, у нас осталось на два дня банки. Мы, значит, срочно здесь добываем эту банку, везем там и так далее. То есть это была помощь всем. Я не буду сейчас у нас времени мало распространяться чем. То есть всем, что требовалось, добавляет в то время. Игрушки, одежда, стирание и всякие другие химии, компьютерные там устанавливали им, компьютеры и технику, стирание машин и так далее. Все, что могли, потому что на самом деле это отдельный разговор о том, как мы это все добываем. Тем, что могли полагаться. Потом это распространилось, на самом деле, помощь. От девяти, сейчас такого рода помощь осуществляется в девяти детских домах. В Лизанской, Кринске, Ульяновской, Московской. Но надо сказать, что положение сейчас детских дома с обеспечением материальным, значит, лучше. Поэтому наша работа сейчас сводится к тому, что, да, действительно, иногда дорогие лекарства, которых у них нет, специально какие-то лекарства добываем. Мы этих детей, конечно же, поздравляем всех с праздником в Новославском враче, с подарками и так далее. И организуем для них какие-то мероприятия. У нас за это время приходилось так, чтобы нам обращались из других детских учреждений, чтобы мы помогли в уходе за детьми, которые оказываются здесь в Москве на операциях. Вы знаете, что из разных городов привозят детей в московские медицинские учреждения. И не всегда для детских детей должен быть обязательно сопровождающих. Вот мы такие функции сиделок при таких детях и нам для исполнения. Дальше пошли. Значит, образовалось у нас еще направление. Это попечение одиноких стариков. Вы знаете, что это образовалось именно в колонках в районе. Вы знаете, как сейчас наши старики одиноки при жилых детях часто. Значит, вот я уже очень сразу говорю. Здесь вот на слайде показывают. Наши сестры ездят два раза в неделю по деревням. В Коломбском районе у нас 35 подопечных стариков. А также есть еще отдельная работа с многоимущими многодетными семьями, которыми, к сожалению, участвуют не благополучно. Теперь, значит, еще откроется у нас служение. Значит, у нас в 98-м году, когда был дефолт, то Москва, так сказать, если вы помните, Москва примерно месяц-полтора-два стояла. Не было грузовиков. То есть все стояло. Стоят склады, вообще все. И так как подворье находится в центре, у юранского вокзала именно, то много бездомных, которые вокруг вокзала, вот они приходили и просили еду. Так сначала его выносили, но вокруг, к сожалению, элитные дела, которые возражали против смотрения бездомных. Значит, мы просто организовали… Выездную столовую столовую, которая работает у вас два раза. Здесь же в районе, где вам помогалось, трудом мы получили место. И наши сестры готовят два раза в неделю. Выезжают, полностью все готовят. И там ходят людей. Это акции, если не достать тысяча человек. И последнее направление – тюремное служение, которое у нас уже около десяти лет, и в этом году будет даже в этих колодках, в которых они работают. Ну ладно, вот эти кадры сейчас мы прокручиваем. Не только посещение и несколько раз в городах обладательских. Но очень интересный сейчас у нас такой проект. И вот дарим хорошие результаты – это третьи курсы обучения Остону православной. Значит, по программе, которую мы получили, мы в этой женской колонии уже два выпуска сделали. То есть, конечно, это безусловно, нам и благодарности всякие, даже взять там, получили мы и грамоты, потому что это действительно улучшается в самом присутствии в церкви, активное присутствие церкви в храме, в присутствии церкви в храме. в колонии улучшает там моральную обстановку. Так, и последнее, значит, что нам приходится, да, у нас есть зановное отделение, в котором, значит, сестричество имеет уже участок, и живой корпус, и живые корпуса, и храм свою имеет. Значит, я просто хочу сказать, что закончу, что на самом деле, вот, под руководством духовника, и, вот, реализуя людей, способных, у которых сердца способны отвлекаться за чужую боль, да, вот, на самом деле, на добровольной обществе основе, без штатных сотрудников, можно организовать достаточно активную помощь, социальную помощь. Ищем пока деталь, чтобы, так, как мы это все успеваем. Ну, у нас, мы обучили за это время 12 сестер на курсах автолюбителей. Значит, стали у нас водителями полноправными по Москве мотаются, вот, в свободное время добывают то, что нужно, развозят и обвекают своих, обвекают своих подопечных, здесь и в кого-то с половиной, и так далее. Значит, к сожалению, скомка на получилось. Значит, мы являемся еще, как ваша сестричество, координатором ассоциации СПИЧ, которая существует пять лет. Это не юридическая структура, но она объединяет уже сейчас в России около трехсот, на добровольной основе случайно, около трехсот сестричеств. Также присоединились с ним и сестричество из Белоруссии, там более ста, которые как бы в едином социальном направлении социального служения церкви работают. и мы как бы осуществляем функции, когда мы сейчас проводим вот эти секции на связи и на жизнь в чтении, и организовали, четыре года назад мы организовали стажировку, на которой у нас каждый год, там, по У нас есть 10-15. Старших сестер сейчас меньше, но тем не менее, эта стажировка успешно работает, и более того, у нее принял вооружение отдел, и сейчас уже в рамках отдела расширили программу этой стажировки. Батюшки, сейчас мы предоставим, чтобы он нам как бы завершил. Вот, к сожалению, у нас нет возможности предоставить возможность выступить еще людям, которые хотели бы дополнительные сделать сообщения, к сожалению. Вот, в очень ограниченном времени. И поэтому мы предоставим слово сейчас Батюшке и, наверное, назначим вот эту встречу, о которой мы говорим, где мы продолжим нашу беседу и обсудим в том числе, как предкили такие частые вопросы. Дорогие отцы, Ваше Преосвященство, дорогие братья и сестры, а еще кто хочет по мне идти, отвергли себя, возьми кресло и в связи за мной. Сестричество – это и вступление в это служение – это всегда шаг из ряда вон, это выход из общего ряда церковно-приходской жизни мирян. И крест, который возлагается на челок сестры, это не просто знак отличия, что это церковное служение, это крест, который становится заметен. Заметен, в первую очередь, для Бога. То есть это символ его жертвенной любви. И Господь за жертвенное служение всегда дает особую благодать. Служение милосердия – это один из источников стяжания благодати Духа Святаго Божьего. Поэтому всегда Господь укрепляет тех, кто встает на этот путь. Этот крест становится заметным и для лукавого. слава. И когда человек делает шаг вперед, то он не от искушений, а к искушениям, к большему опыту войны, борьбы и преодоления и в себе, и вокруг. И, наверное, каждый знает, что и семья тоже может обостриться при служении, когда один из членов семьи, сестра, жена, мать встает на это служение. Здесь требуется разумная трезвость, послушание мужу. Против воли мужа, конечно, не нужно совершать этот подвиг, потому что грамотное служение жены, доброе служение жены, оно должно без слов для Христа приобретать мужей. И здесь тоже, конечно, очень важно такое опытное духовное руководство духовников-сестричей, чтобы не возникало конфликтов между семейной жизнью и служением милосердия. Ну и, конечно, этот крест, он становится заметен и людям, потому что каждую сестру светские люди, встречаясь с ней, воспринимают как церковь, как представительницу церкви. Они не рассуждают, там, медицинская церковь – это церковь, которая пришла в палату, домой. И это велика ответственность, когда, глядя на вас, дорогие сестры, люди составляют мнение о Русской Православной Церкви. И к вашему слову относятся по-другому. И ваш образ запечатлевается совсем по-другому. Поэтому, конечно, требуется очень внимательная и внутренняя, и внешне духовная жизнь. Конечно, сестры должны и внешне всегда прилично выглядеть, но курить точно не должны в апостоле, как это всем понятно. В апостоле тоже. И, конечно, дорогие мои, это великая возможность нам, мирянам, послужить в церкви. Не только в священническом служении, не только у престола, а мирянам и мирянкам, женщинам, которые апостолам, говорится, «жена в церкви, да молчи!» в этом поможет.